МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Институт выборов так же не нов, как и сама демократия. Известно, что они проводились и в древности, и в средние века, и в наше время. А вот коренное население Сибири вплоть до начала 19 века существовало без какой-либо системы управления. Ситуация изменилась с административной реформой Михаила Спиранского в 1822 году. Граф Михаил Михайлович Спиранский. Годы жизни с 1772 по 1839. Общественный и государственный деятель времен Александра I и Николая I. Реформатор, законотворец, основатель российской юридической науки и теоретического правоведения, действительный член Императорской российской академии и Императорской академии наук. Его устав об управлении инородцев стал самым широким законодательным актом правительства в отношении народов Сибири, который когда-либо существовал ранее. Этот документ действовал до начала 20-го столетия и сам по себе сыграл важную роль. Он позволил регулировать налоговые поступления Сибири, края, богатого пушниной и приносящего в государственную казну немалый доход. В результате для кочевого народа организовали трехступенчатую систему управления. Самым низшим органом стала родовая управа, затем шла и народная управа, высшим же назначена Степная дума. На территории Хакасии управленческую функцию поделили сразу несколько дум. Они, как и все остальные, были подотчетны и подчинялись практически во всем царской администрации, основная их задача сводилась к сбору ИСАКа. Существовала и четкая организация. Каждая Степная дума состояла из должностных лиц. Это главный родоначальник, его помощники, заседатели и голова. Они избирались из наиболее состоятельных жителей местной знати. Выборная процедура зачастую проводилась внутри родов, что, безусловно, уже в то время помогало развивать общественную активность населения, а также вести к росту их сознательности. Если губернатор утверждал кандидатуры, народные избранники приступали к своим обязанностям. Это были первые, наверное, выборные органы управления как от низшего звена, так и до высшего звена. Степная дума, она не выполняла только судебных функций, потому что судебные функции выполняли, значит, администрация, местная администрация, вот Минусинского уезда, Лиачинского уезда. Все остальные функции, связанные с жизнью определенной территории, прежде всего, конечно, это сбор налогов, это, в общем-то, какие-то другие, в общем-то, ну, как бы сказать, сферы деятельности. Новый устав охватывал практически все стороны жизни кочевых хакасов. По сути, степные думы выполняли функции местной власти. Они находились в территориальном подчинении у Минусинского округа. Их же полномочия, утверждают ученые, были весьма широким. В Национальном архиве Хакасии сохранились редкие документы. Они датируются первой четвертью XVIII века. Большой интерес среди них представляет собой наставление Енисейского гражданского губернатора Степной думи Кайбальского племени. В составленном в сентябре 1823 года наставлении перечислены основные обязанности, которые возлагались на Степные думы. Дума вела и судебные дела. Ярким тому доказательством служит ряд документов. Это и книга Кайбальской Степной думы, явочная от разных людей, у кого что пропадет и другого что приключится, датирован 1824-1825 годами. И дело об ограблении Ясачного Андрея Селегеева. И многие другие. Несмотря на все предписания, достаточно широкий спектр вопросов, которые рассматривало местное руководство, как такового внутреннего свода правил в высших органах управления Степных дум еще не было. Тогда не было вот таких законодательных функций. Она не исполняла в том смысле, как мы говорим о функции Государственной думы. Потому что не было законодательных документов. А в то время жили по обычаям обычного права Хакаса жили. То есть по определенным обычаям, которые были сформированы на протяжении долгих столетних столетий. В конце 19 века Сибирь перешла на новую систему управления. Низшим органом стал УЛУЗ. Высшими полномочиями наделили и народную праву. Степные думы, как таковые, отменили. Историки Хакасии связывают это с опасениями со стороны правительства. Ведь Степные думы, несмотря на свою покорность перед государством, в последние годы стали оказывать весомое влияние на местное население. К тому же отмена Александром II крепостного права в 1861 году в конечном счете отразилась и на Сибири. Сюда в поисках лучшей жизни стал переселяться освободившийся народ. Коренное же население со временем переходило к оседлому образу жизни. А значит, в работе отдельного органа управления для оседлых кочевников уже не было крайней необходимости. Определенный прорыв произошел в начале 20 века. Это время первого опыта российского парламентаризма. Особого для того времени типа государственного устройства власти. При нем учреждается постоянно действующий избираемым населением законодательный орган Государственная дума. Упреженная обстановка заставила императора Николая II пойти на определенные уступки. Его манифест от 18 февраля 1905 года созывал Первую Госдуму. В ее полномочия были введены лишь законосовещательные функции. Полгода спустя издается и избирательный закон, где оговариваются все особенности проведения выборов. Избирательный закон, он не был основан на принципе всеобщего, равного, тайного, прямого голосования. Потому что вводилась курильная система и предусматривалось только три курии. Это курия землевладельческая, городская и крестьянская. Рабочая курия не предусматривалась, то есть рабочие не получали избирательных прав по этому избирательному закону. Но тем не менее началась подготовка выборов, но выборы не закончились. СИЗУ Дума не была созвана, Булыгинская вот эта совещательная Дума, потому что Российская революция, Первая Российская революция, вступила в стадию своего первого пика. Это Октябрьская революция, Октябрьская всеобщая, всероссийская стачка. И в этот период, когда установилось равновесие сил революции и контрреволюции, перед правительством, перед монархией стояла задача, вот стояла проблема, что делать. Правительство рассматривало два варианта выхода из накаленной политической обстановки. Либо ввести военную диктатуру, либо смириться и пойти на уступки. Последствия в обоих случаях оставались непредсказуемыми. Николай II не стал рисковать. В итоге императорским манифестом от 17 октября 1905 года Дума объявлялась законодательным органом, однако с определенной оговоркой. Она формируется лишь императором и отвечает только перед ним. Власть Николая по-прежнему рассматривалась как неограниченная. Манифест также провозглашал введение определенных демократических свобод в России. Вместе с полномочиями изменялся и сам избирательный закон. Население по-прежнему делилось на курии, но уже на четыре. Образовалась рабочая. Но ее возможности наравне с крестьянской ограничивались. В состав выборщиков попадали лишь единицы. Депутаты первого созыва избирались путем многоступенчатого голосования. Выборщики от каждой курии съезжались на заключительное губернаторское собрание. Уже здесь депутаты, набравшие большинство голосов, проходили в Думу. Вторая Дума заседала чуть больше трех месяцев и была распущена Николаем Вторым за свое слишком левое направление. Ведь в законодательный орган не прошел ни один депутат из крайне правых или монархических партий. Третья Дума, то есть было решено получить Думу более послушную, с которой бы могло сотрудничать правительство. Правительство бы как бы соединило свои усилия в проведении реформ вместе с Думой. И совместно обеспечить, цель ставилась какая теперь, найти компромисс с Думой. И объединив свои усилия с Думой, правительство и Думой совместно провести реформы. И таким образом снять перспективу новой революции в России. С Третьей Думы вводился и новый избирательный закон. Он продумывался таким образом, чтобы ни одна партия не имела абсолютного большинства. Ставка теперь делалась на самую консервативную фракцию, Союз 17 октября. Правительство не ошиблось, в итоге Дума проработала весь срок. С ноября 1907 по июнь 1912 года. За пять лет принят ряд важных законопроектов в области народного просвещения, укрепления армии, местного самоуправления. Однако по-прежнему самостоятельно решать Думе дозволялось лишь второстепенные вопросы. Новый избирательный закон позволял правительству блокировать ее работу по своему усмотрению. Четвертая и последняя в истории самодержавной России Дума возникла в предкризисный для страны и всего мира период – канун Первой мировой войны. Именно во время ее работы отношения с исполнительной властью накалились до предела. Найти компромисс правительству так и не удалось. Последняя попытка со стороны Думы спасти монархию и остановить вот это сползание в пропасть страны – это образование прогрессивного блока в августе 1915 года. Все оппозиционные думские фракции, исключая крайне правых и крайне левых, объединились на платформе программы, единой программы, и назвали это объединение прогрессивный блок. Прогрессивный блок оказался бессильным. Ну, как говорил Родзянка, это был тот спасательный круг, да, брошенный монархии, но который монархия им не распадала. Последняя попытка спасти монархию. С разгоном учредительного собрания маленькая калитка, которая еще вела нашу в страну возможную демократию, захлопнулась. Высшим органом государственной власти после революции 1917 года стал Съезд Советов. Это была попытка создания действительно эффективного высшего законодательного органа власти, но с самого начала вот эта упряжка поехала не туда, и это было абсолютно неизбежно, поскольку сразу же создавалось государство однопартийное. Естественно, Съезд Советов полностью, его работа была почтена интересом правящей партии большевиков, и, естественно, говорить о парламентаризме в этот период времени не приходилось, и о демократии тем паче. Депутатов выбирали из числа угодных, ввелся тотальный контроль со стороны правящей партии. По мнению историков, избирательная система в это время превратилась в простую формальность. Конституция 1924 года ничего нового не внесла. Говорить о свободе выбора не приходилось. Да и избирать население Союза не спешило. В архивных документах сохранились данные об избирательной явке на выборов в местные сельсоветы в 20-е годы. Тогда отдать свои голоса пришли лишь 35% жителей, минимальный явочный порог. В дальнейшем этот факт партия учла при создании в 1936 году высшего и единственного законодательного органа власти, Верховного Совета. Первые выборы в него прошли с небывалым размахом, подозрительностью, большими денежными вливаниями и запугиванием. Выдвижения избранников на местах сопровождались масштабными предвыборными кампаниями. В Аскизском краеведческом музее сохранились уникальные фотографии. Они додируются 1937 годом. Время первых выборов Верховный Совет СССР. На снимке делегации из Аскиза провожает депутата местного жителя Петробабина на пост в высший орган Союза. Предвыборная кампания 1937 года сопровождалась не только мощной агитацией, но и арестами. Более 700 тысяч человек со всего Союза назвали врагами народа. В Хакасии из 8 секретарей обкома 5 арестованы. В итоге явка 100%. Начинные подсчитали, что при самых благоприятных условиях, при самых хорошем настроении, при отличном здоровье, при хорошей погоде и так далее, и так далее, и так далее, но выше 92-3% явка быть не может физически. А вот эта зарегламентированность, давление власти, мощная система агитации и пропаганды, административный ресурс этой власти, в определенной степени страх, нежелание идти на обострение отношений с начальством. Это приводило к тому, что появляются такие цифры, но и, конечно же, очень большую роль играла самая простая фальсификация. В Сибири, несмотря на отдаленность от центра, ситуация, утверждают историки, была аналогичной. Верховный Совет СССР вплоть до 1977 года, то есть до новой конституции, действовал четко и регламентированно. Без споров, без дискуссий, выполнялось все то, что предлагал Президиум Верховного Совета. Под контролем партии. Конституция 1977 года ничего нового не внесла, было изменено лишь название. Из Совета депутатов в Совет народных депутатов. Определенный же прорыв вперед в плане народного представительства и системы законодательной власти – это время Михаила Горбачева. Период стагнации, застоя, в который Союз попал в конце 70-х, требовал кардинальных перемен. Их внесла перестройка. На смену пришли многопартийность и политический хаос. Все это прекратилось в 1993 году. В Российской Федерации принята новая конституция, а вместе с ней образована новая власть и созвана Государственная Дума. Начало 90-х. Последний областной совет народных депутатов Хакайсии. Избрание его состава прошло в марте 1990 года. Это были первые в Советском Союзе демократические выборы. Партийных списков не было. Народные избранники проходили в законодательный орган по одномандатным избирательным округам. Впервые на альтернативной основе были избраны председатель образованной комиссии. Несмотря на первую волну победы, власть и полномочия депутатов были лишь на бумаге. Я был председателем обл. полкома 6 лет. Я одновременно руководил советом и был председателем правительства областного. В чем его разница была? Полномочий было очень мало. Если формально, было никаких полномочий. Формально все знали, руководители партии, государства думали, что у автономной области, поскольку она автономная, прав-то больше, чем у обычной области. А я вам докладываю, прав никаких не было. В 1991 году Хакасская автономная область преобразована в Хакасскую Советскую Социалистическую Республику. За этим изменением последовал и новый закон о порядке и сроках проведения выборов. Дан старт избирательной кампании. На 100 депутатских мандатов претендовали практически полтысячи кандидатов. Выдвижение в основном проходило на собраниях трудовых коллективов, также общественными организациями и собраниями избирателей. На данных выборах в соответствии с законом был определён высокий порог участия, не менее половины избирателей. Избранным считался лишь тот кандидат, который набрал более 50% голосов. В итоге выборы декабря 1991 года состоялись лишь в 74 избирательных округах из 100. Повторные голосования укомплектовали первый созыв до 97 человек. Единственный Верховный Совет, который не подчинился указу президента Ельцина 93-го года, когда были распущены все представительные органы власти. Верховные Советы, областные, краевые, все были распущены. Районные, городские. Поскольку мы знали, что указ не конституционный, потому что переворот совершили, Поэтому мы ничего не самораспускались и продолжали работать. И в 95-м году мы приняли Конституцию первую. Она тоже трудно проходила, не так просто всё было. И Верховный Совет работал до января 97-го года. Как и положено, пять лет. Первый созыв знаменателен и тем, что принял около 200 законов. Его депутаты, по сути, с ноля создавали законодательную базу республики, экологические законы, налоговое законодательство, бюджетное, законы о социальной защищенности отдельных категорий граждан. Всё это в совокупности представило собой итог пятилетней работы. Со вторым созывом Верховного Совета в 1996 году на выборах появились первые партии, при том, что кандидаты выдвигались по-прежнему по одномандатному округу, но уже обозначали свою партийную принадлежность. Количество фракций в это время побило все рекорды. Обозначали, кто какой партия там. То выбор России какой-то, то демократическая Россия. То, чёрт, и что там. Всяких названий было много. Наш дом России даже существовал. Демократические свободы, ворвавшиеся в нашу страну в начале 90-х, потребовали создания специальной структуры, которая бы контролировала народное волеизъявление. Так, 1 октября 1991 года в Республике Хакасия была организована избирательная комиссия. Тогда же был утвержден первый её состав из 19 человек. В полномочии избиркома вводились обязанности контролировать исполнение на территории Республики законов о выборах, координировать деятельность всех нежестоящих избирательных комиссий, взаимодействовать по этим вопросам с органами государственной власти, политическими партиями и общественными объединениями. Однако в начале 90-х избирком Хакасии мало напоминал ту мощную структуру, которая действует сейчас. Избирательная комиссия Республики Хакасия сегодня – это единая система качественного правового просвещения и образования избирателей. Одной из важных особенностей в её работе – это открытость и гласность всех избирательных действий. Объективное и равное освещение предвыборных кампаний. Избирательная комиссия Хакасии работает с журналистами. Перед каждыми выборами проводит специальный семинар для СМИ. Сегодня избирком Хакасии ведёт работу с молодёжью, формирует активную гражданскую позицию у тех, кому ещё только предстоит пойти на выборы. Масштабный молодёжный проект «Слёт старшеклассников. Мы – будущие избиратели». Он проводится в Хакасии каждую осень на протяжении последних девяти лет. Для того, чтобы избиратель был подготовлен, для этого мы и проводим, по сути, эти мероприятия. Мы рассказываем ребятам, ребята, в принципе, сами рассказывают, что такое выборы, как их надо проводить, как они должны проходить, как должны выглядеть партии, что интересует прежде всего молодёжь, что интересует избирателя. В 2011 году на слёз старшеклассников в Абакан съехалось порядка 200 самых активных и творческих школьников Хакасии Республики Тыва, Красноярского и Алтайского краёв. Такой проект способствует развитию, придает большее знание в избирательном праве. Он позволяет узнать о всём избирательном процессе. Обязательно пойду на выборы, когда мне исполнится 18 лет, и постараюсь, чтобы все мои сверстники тоже участвовали в выборах. Ведение 7-процентного порога привело к тому, что в отличие от хаоса 90-х сегодня идёт объективное политическое отсеивание. В избирательный бюллетень попадают лишь 6-7 партий. Самые сильные. В настоящий момент в Республике модернизируют саму систему выборов. В век электронных технологий эта процедура стала максимально прозрачной. Весь процесс голосования в режиме онлайн транслируется в интернете. Для этого веб-камеры устанавливают на всех избирательных участках Республики. Таким образом, любой житель Хакасии, страны и даже мира в реальном времени может наблюдать за ходом голосования и контролировать весь избирательный процесс лично. По итогам голосования на тех избирательных участках, где использовались веб-камеры, отсутствуют заявления от избирателей о нарушении в ходе голосования, в ходе подсчёта голосов избирателей. С одной стороны, как бы и комиссии понимают, что процесс открыт, любой может посмотреть. С другой стороны, это дисциплинирует и наблюдателей, и кандидатов, и избирателей в том числе. Потому что, ну, действительно, получается, как... всё как на ладони, как говорят. Кроме того, с декабря 2011 года наши избиратели смогли попробовать в деле современные электронные технологии. На выборах депутатов в Госдуму часть жителей Республики впервые проголосовали без бюллетеня, а при помощи комплексов для электронного голосования. Их разместили на 20 участках. Привычную процедуру заменили безбумажной формы. Люди подходят, как бы, ну, для них это ново, как бы, всё, и они, ну, мало кто знает, некоторые вообще неправильно, некоторые убирают бюллетени, ну, не знают, чем голосовать. То есть, ну, привыкли стандартно поставить галочку и всё. Высокая степень защиты и анонимность при этом сохраняется. Самое же большое преимущество такого ноу-хау время подсчёта голосов сокращается в десятки раз. Практические итоги голосования обрабатываются в течение пяти минут. В Хакасии, как и во многих российских регионах, в 2011 году сменились члены избирательной комиссии. В новый состав вошли сотрудники. СМИ, юристы. Удалось сохранить и костяк избиркома. Ещё одной особенностью выборов 2011 года стали именные избирательные участки. На территории республики их было создано восемь. Они получили имена известных и заслуженных в Хакасии людей, общественных и исторических деятелей. Так в Саиногорске одному из участков присвоили имя легендарного борца-вольника Ивана Ярыгина, в Сорске Юлии Толстихиной, заслуженного учителя Хакасии. В Абакане один из избирательных участков назван в честь Пирятинской дивизии. Она была сформирована в Хакасии в первый год Великой Отечественной и принесла республике боевую славу. 54 её бойца получили звание Героя Советского Союза. В Абакане сегодня осталось всего 4 ветерана 39-й стрелковой дивизии. В день выборов они взяли открепительное удостоверение, чтобы проголосовать на родном именном участке. Это рвычка. С детства голосовать нужно, чтобы Россия, всё-таки Россия, наша Родина, которую мы защищали, чтобы она росла и существовала вот так вот. Больше капюшка. Присвоение имён, закреплённых официальным соглашением, ещё одна мера, которая привлекла к голосованию дополнительное число избирателей. Кроме того, с помощью такого новшества, утверждают организаторы, молодёжь больше узнаёт о прослабившихся земляках. Живое общение – это только на пользу. Это история наша. Историю мы не должны забывать. И ветераны, тем более, мы должны помнить. Для этого и созданы, видимо, вот эти именные участки, как наш периодический участок 22. Отложить домашние дела и проголосовать избирателей деревень и сёл Бейского района с раннего утра шли на выборы депутатов Госдумы. В самом райцентре именных участков нет, но и без новшеств явка здесь обычно одна из самых высоких в республике. Вот и в этот раз только за первые 4 часа поставили галочку в бюллетене практически полтысячи человек. Общая явка по Хакасии составила 56,04%. Причём территориальные избирательные комиссии отметили обнадёживающую тенденцию. Молодёжь идёт очень активно голосовать. И по сравнению с предыдущими выборами тоже активно голосовать. Но с теми годами, конечно, число молодёжи увеличено. Самым юным избирателям буквально на днях исполнилось 18 лет. Семён Лукин впервые участвует в выборах. Голосование для него, признаётся парень, стало не только важным, но и волнующим моментом в жизни. Во-первых, это мой гражданский долг. Во-вторых, я первый раз голосую. Хочу узнать полностью процедуру вот этого голосования. Я считаю, как один из 143 миллионов людей, которые проживают на этой республике. Считаю себя, что я участвовал, что я внёс голос. Верхняя Киндерла – маленькая деревня в Бейском районе. Её население всего 200 человек. Но при этом явка здесь обычно всегда высокая. Ещё до полудня проголосовали более половины местных жителей. К тем, кто не смог прийти на выборы сам, участковая избирательная комиссия выехала на дом. Здравствуйте. Здравствуйте. Голосовать будем? Будем. Ирина Байлагашева из-за болезни ног с трудом передвигается даже по собственному дому. Добраться же до избирательного участка на Костылях, к тому же зимой для неё и вовсе непосильная задача. Однако пропускать выборы женщина не захотела. Многие действительно у меня болят. Уже второй год дома сижу. Должны все участвовать. Почему? Количество больше народу стоит, тот и выиграет. Очередные выборы депутатов Государственной Думы в Хакасии прошли в штатном режиме. Всего на голосовании присутствовало около тысячи наблюдателей. Жалоб и заявлений о нарушениях не поступало. В Хакасии в этом году отмечена высокая явка. Люди стали активнее голосовать. Может быть, жизнь лучше будет, кто знает. Может, пенсион им добавят. Ну, судьба России решается. Так что... А кто за нас проголосует? Сами должны. Ну, это моё право, во-первых. И я хочу свой голос отдать за ту партию, за которую я хочу проголосовать. Ну, это наш выбор, как не проголосовать. Кто мы выберем, кто не будет нами руководить. Выборы сегодня – это один из важнейших институтов демократически организованной власти. Это возможность для граждан принять реальное участие в формировании состава руководящих органов государства, региона, своего района и своего населённого пункта. Выборы сегодня – это реализация своей гражданской ответственности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова